Пекинский Центр управления полетами сегодня утром завершил первую корректировку полета космической лаборатории Тянгун-2. Напомню, запуск с космодрома Дзюзюань состоялся вчера вечером. Ракета-носитель Чанжен-2F вывела модуль на эпилептическую орбиту. Ближайшая задача Центра управления полетами – скорректировать полет Тянгун-2 до круговой орбиты с высотой 380 км. Вторая корректировка запланирована на вторую половину дня. Означение этого космического запуска для страны в следующем репортаже. Запуск космической лаборатории Тянгун-2 открывает новую страницу в истории китайской космонавтики. Через 24 года после старта собственной программы пилотируемых полетов Китай вплотную приблизился к созданию полноценной орбитальной станции. Важность момента осознавали все свидетели запуска на космодроме Дзюзюань. Я очень впечатлен. Вперед, Китай! Я видела запуски много раз. Этой ночью я наблюдала запуск с разных ракурсов. Это было захватывающе. В октябре на встречу с Тянгун-2 отправится космический корабль «Шэньчжоу-11» с двумя тэк-канавтами на борту. Их подготовкой занимается Ян Ли Вэй. Первый китайский космонавт, ныне один из руководителей программы пилотируемых полетов. Когда я был в космосе, я находился в очень маленькой капсуле, всего несколько кубических метров. В этот раз, после того, как два космонавта прибудут на Тянгун-2, они останутся там на целый месяц, чтобы проверить, подходят ли условия на нашей космической станции для нормальной жизни и работы. В то же время эти условия позволят им провести огромное количество экспериментов, в том числе в космической медицине, по обслуживанию и ремонту космической станции. Это очень впечатляющий прогресс во многих областях, включая продолжительность полета, характер экспериментов и условия их проведения. Своего первого тэк-канавта Китай отправил на орбиту в 2003-м. С тех пор совершен выход в открытый космос, отправлен луноход на Луну, запущен тестовый орбитальный модуль Тяньгун-1. Успешный запуск Тяньгун-2 – еще один шаг в реализации мечты по освоению космоса. Алексей Кан, Виктория Слепцова, CCTV. Субтитры создавал DimaTorzok